Библейский портал экзегет.ру представляет 117-й псалом в переводе Российского библейского общества Переводчик Михаил Селезнев читает для библейского портала экзегет Это псалом довольно длинный, хотя у нас впереди еще 118-й Но еще его особенность в том, что он очень личный Вот эти сотые, 110-е, они про то, какой Бог И описывает его псаломопевец обычно через его действия и поступки Но 117-й, пожалуй, больше, чем многие, если не сказать почти все псалмы в этой книге Говорит о том, как я это вижу Например, у нас был 115-й, 116-й, довольно короткий И там тоже есть, конечно, некоторая личность псаломопевца Но все равно там вот такие истины изрекаются А вот здесь с этого начинается, а дальше личная история Потому что, ну что мне говорить об абстрактных свойствах Бога Если у меня нет личного опыта общения с Ним Славьте Господа, ведь Он добр, и милость Его навек Да скажет Израиль, милость Его навек Да скажет рот Ааронов, милость Его навек Да скажут те, кто боится Господа, милость Его навек Зачем это повторять несколько раз? Ну, конечно, припев или как в богослужении Там и в православном богослужении повторяется Господи помилуй, например, да Много раз, потому что, ну, это такой настрой, да Это камертон, по которому настраивается душа молящегося А с другой стороны, здесь ведь есть и развитие Милость Его навек, говорит псалмопеец А потом говорит Израиль, рот Ааронов, то есть священники И вообще все, кто боится Господа Израильтяне, неизраильтяне, священники, не священники Повторяйте это за мной А почему повторяйте? Ну, сказал какую-то правильную мысль Дважды двадцать четыре Почему это все должно повторять? В беде Господа я призвал, и Он вывел меня на простор Господь за меня, я не устрашусь Что сделает мне человек? Господь помогает мне, торжествуя, гляжу на врагов Довериться Господу лучше, чем уповать на людей Довериться Господу лучше, чем уповать на вельмож Он так постепенно подходит к своей теме Я призвал в беде, Он вывел меня на простор Человек мне не страшен, Господь сильнее людей Но это тоже более-менее понятно Это тоже такие общие слова А вот дальше подробнее Народы обступили меня именем Господа, я не зверках Обступили меня, окружили именем Господа, я не зверках Окружили меня, как пчелы, угасли, как огонь терновники Именем Господа, я не зверках Они толкнули меня, хотели свалить, но Господь поддержал меня Господь моя мощь, Он сила моя, Он спасение мое Вот здесь видишь такого царя Давида, хотя Псалом не надписан, никак не связан с Давидом Но его очень легко себе представить, потому что мало кто из нас воевал с народами Да, вот у Давида это была такая история и не одна в его царской биографии И самое главное, ну вот мы тоже любим праздновать всякие победы Вот победу 9 мая отмечает вся страна Но это вот наши отцы деда победили, мы победили Вот здесь Господь победил И это постоянный мотив, который встречается в Псалтире Но здесь он повторяется с какой-то особой силой Довериться Господу лучше, чем уповать на вельмож, потому что Именем Господа я не зверк народу Да, и соответственно вот всегда победные все эти реляции Они там про царя или вождя, правителя Они про славную армию, они там про успех, про вот героев А это все только про Господа То есть нет ничего, что было бы без него Они толкнули меня, хотели свалить, но Господь поддержал меня Господь, моя мощь, он сила моя, он спасение Мое в шатрах праведников, крики радости и спасения Рука Господа явила силу свою Вот для них нет слова победы, есть слово спасение Потому что что такое победа? Это на нас напали Мы с большим трудом отбились И вот теперь у нас все хорошо, потому что Господь нас спас Совершенно другое понимание вот того же самого события Высока Господня рука, рука Господа явила силу свою Нет, не умру, но буду жить и возвещать дела Господни Господь строго наказал, но смерти не предал меня Смотрите, даже наказание, он не говорит за что У нас тема греховности в псалтирии не очень часто появляется И псалмопеец говорит о своей греховности Но здесь это не сказано То есть, опять-таки, я победил, это меня спас Господь Я проиграл, это меня наказал Господь Это не история про то, как какие-то враги вокруг меня, а я хороший Не история даже про то, как я плохой, но все равно прошу меня защитить Это про то, что на самом деле из Господь есть я Все остальное – это обстоятельства и подробности Не более того Отворите мне врата праведности, я войду в них и прославлю Господа Вот они, врата Господа праведные, войдут в них Благодарю тебя за то, что ты услышал меня Ты стал для меня спасением Камень, который отвергли строители, стал краеугольным камнем Это сделано Господом У нас на глазах совершилось чудо Эти слова, конечно, будут цитироваться в Евангелии И пойдет речь о том, как Христа отверг его народ, первосвященники И, в общем-то, все в какой-то момент Но, смотрите, ведь это не просто удобная цитата, которая взята Как иногда может показаться, первая подходящая из большого количества разных фраз и выражений Псалтирии Нет, это целая история Смотрите, отворите мне врата праведности, я войду в них и прославлю Господа Вот они, врата Господа праведные, войдут в них Вот он приходит в храм, да, точно так же, как вхождение во храм в Евангелии описывается И вот здесь ты услышал меня, ты стал для меня спасением И камень, который отвергли, стал краеугольным Как часто это бывает в жизни, даже вот на каком-то примитивном уровне Когда человек что-то сначала отвергает, отбрасывает Потом для него это становится самым важным и самым ценным Но здесь это и о духовной жизни человека То есть не только, конечно, пророчество Мессии, которое будет отвержено Хотя здесь это тоже можно увидеть Но и пророчество о том, что, ну, вообще-то говоря, очень часто в духовной жизни Люди не сразу понимают, не сразу принимают то новое, что приходит Ну, как люди считали, что земля плоская, солнце вращается вокруг нее И с большим изумлением встретили сообщение о том, что это не так А теперь уже любой школьник это знает, по крайней мере, мы на это надеемся Вот что сделал Господь в этот день Будем радоваться и веселиться Господи, спаси, Господи, поддержи Благословен идущий во имя Господне Благословляем вас из дома Господнего Господь Бог наш, Он нас светом озарил Вот тоже Он стоит у ворот храма или уже вошел, стоит перед жертвенником Мы точно не знаем Дальше будут слова, связанные именно с жертвенником Но пока Он говорит, как будто входя в храм Или вот идя по храмовому двору Вот такая молитва, Господи, спаси, Господи, поддержи Может быть, самая простая И тут же благословен идущий во имя Господнего Опять, опять, конечно, Евангелие, это цитата Но одновременно благословляем вас из дома Господнего То есть человек, входящий в этот храм, в этом доме, находящийся, он уже идет во имя Господне Он же не просто так пришел по делам каким-то или для того, чтобы прогуляться перед сном Он идет во имя И, собственно говоря, это метафора пути, метафора, которая обозначает его жизнь Господь наш, Он нас светом озарил И тут же вяжите праздничную жертву веревками к рогам жертвенника Несите ее Ты мой Бог, я буду тебя прославлять Ты мой Бог, я буду тебя превозносить Славьте Господа, ведь Он добр И милость Его навек Ну и вот еще раз повторяются эти слова, которыми завершается Псалом, но он уже совершает жертвоприношение в храме И перед этим жертвоприношением он рассказал о своих личных отношениях с Богом Это не просто некоторое абстрактное богословие Бог велик, благ, Он творец, Он спаситель Да, это все правда Но это слова, которые легко повторять, которые очень мало стоят, если за ними не стоит личное переживание, личный опыт И вот это Псалом именно о том, что у меня этот опыт есть, говорит Псаломопевец Ему уже не важно, кого он там победил Ему уже не важно, за что его там Господь наказал Ему важно, что он с Господом, он остается с ним И так это и будет дальше Ну а 118-й гораздо более подробно расскажет примерно то же самое Со множеством примеров и со множеством каких-то вот личных чувств и переживаний